Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Ченган CS35+. На видео автомобиль в комплектации Advance с бензиновым мотором объемом 1,4 литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Цвет автомобиля белый. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые, 17 дюймовые шинами, размерностью 215 на 55. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений тканевая. Водительское сидение оснащено механической регулировкой по высоте. Включим автомобиль с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и задний противотуманный фонарь. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 180 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена слева в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. Блок электрических регулировок боковых зеркал. Система электроскладывания боковых зеркал не предусмотрена. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Регулировка яркости панели приборов. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, информацию о давлении в шинах и настройке автомобиля. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 10 с четвертью дюйма. В составе акустической системы 6 динамиков. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, воспроизведение файлов со встроенного жесткого диска, коммуникацию со смартфоном и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает Easy Connection. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой с картами. В меню можно настраивать различные системы автомобиля. Активация системы помощи при движении по склону. Отключение системы стабилизации. Климат-контроль однозонный. Регулировка интенсивности обдова. Регулировка температуры. Выбор направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка AC отвечает за включение кондиционера. Иконка включения электрообогрева лобового стекла. Иконка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. В потолочной консоли предусмотрен очечник. В потолке предусмотрена кнопка системы AeroGlonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. В основании передней панели предусмотрен USB разъем и розетка на 12 вольт. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Слева от руля предусмотрена ниша. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев двухрежимный. Ручной тормоз электрический с функцией Auto Hold. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач роботизированная, семиступенчатая, с двумя сцеплениями. При включении задней передачи активируется задний парктроник и камера заднего вида. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сидение без центрального подлокотника. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Снизу предусмотрен USB разъем. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. На дверью предусмотрена ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 403 литра. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол ворсом. Справа в багажнике предусмотрена подсветка. Под полом в багажнике предусмотрен органайзер и набор инструментов. Снизу расположено запасное колесо. Для сложения спинки заднего сидения необходимо потянуть за рычажок. Задние сидения складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется ступенька. При сложенных сидениях объем багажника составляет 950 литров. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 52 литра. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 1,4 литра с отдачей 150 л.с. Мы с вами осмотрели кроссовер Chang'an CS35 Plus в комплектации Advance. С бензиновым мотором объемом 1,4 литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Major Auto. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре и самое главное подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok